Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, ребята, очень круто. Наконец-то выскажу что-то. Только на Радио Болтком в любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В ближайший час в эфире Радио Болтком проект «Культурная линия» и на прямой связи с нашей студией Владимир Легойда, руководитель пресс-службы Патриарха Московского и Всея Руси, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, профессор МГИМО и ведущий популярной телевизионной программы «Парсуна» на телеканале «Спас». Здравствуйте, Владимир Романович. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рады видеть и слышать вас. Эфир проходит в рамках проекта «Культурная линия» совместно с нашими коллегами-журналистами медиаклуба «Формат А3». Мы гости эфир анонсируем заранее, журналисты присылают свои вопросы, и мы попытаемся сегодня задать их Владимиру Легойде. Но начнем с поздравлений. Несколько дней назад вас и ваших коллег с телеканала «Спас» наградили почетной премией в области средств массовой информации с формулировкой «За вклад в развитие духовной культуры в СМИ». Наши поздравления. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо. И первый вопрос, Владимир Романович. Если подводить итоги церковного года, какие основные события вы бы отметили особо? Ну, вы знаете, я все-таки полагаю, что церковная жизнь, и в этом, может быть, ее отличие от повестки дня, в котором мы все погружены, вот что бы ни происходило в течение года, главными событиями в церковной жизни всегда будет Пасха и Рождество. И вот церковная жизнь всегда выстраивается вокруг этих событий, не имеющих привязку ко времени и к повестке, имеющих привязку к вечности. А так, вот с этой точки зрения, наверное, я бы с этого начал. А с точки зрения жизни церкви, безусловно, это был год, в который мы вспоминали святого благоверного князя Александра Невского. И поэтому вот все то, что происходило, и все, что связано с ним, естественно, это было очень важно. В этом году, в ноябре, мы поздравляли святейшего патриарха Кирилла с 85-летием. Хотя торжества, дело в том, что празднования таких дат, они никогда не являются личным праздником, в жизни предстоятеля. Это всегда некое общецерковное событие. Но в связи с пандемией празднование перенесено на май следующего года. Но, тем не менее, мы имели возможность поздравить патриарха. Патриарх Кирилл получил высшую государственную награду Российской Федерации Орган Андрея Первозванного. И это, конечно, тоже в любом случае важное событие в жизни Церкви, поскольку, как Святейший говорил, это признание той роли, которую Церковь играет в современном обществе, в нашем. Признание со стороны российского государства в данном случае. Ну и третье, наверное, о чём можно сказать, это то, что при этом, хоть я и говорил, что главное, вокруг чего жизнь Церкви создается, оно не имеет привязки к актуальным событиям и к повестке, но с другой стороны в Церковь входят люди, которые, естественно, друг к другу, они же не с луны попадают в храм, да, ещё открытые. То есть мы все живём в рамках этой самой повестки, и поэтому все те сложности, которые у нас обрушились, и особенности, связанные с пандемией, они, конечно, переживались и Церковью тоже. Владимир Романович, осенью в Москве прошёл традиционный фестиваль православных СМИ «Вера и Слово», да, девятый уже по счёту, и на этот фестиваль приезжают участники из самых разных уголков мира, где представлена Русская Православная Церковь. Скажите, пожалуйста, а в каких странах сегодня выходят православные СМИ? Вы имеете в виду СМИ Русской Православной Церкви или вообще? Ну, конечно, прежде всего интересно на русском языке, да, и, если возможно, то вообще вот церковная пресса. Вы знаете, в этом смысле, конечно, интернет очень сильно поменял наше представление, да, о медиапространстве, и здесь, если, скажем, СМИ выходит на английском языке, ну, в общем, на языке, который является, на языках, которые сегодня помогают осуществлять международное общение, то конкретная привязка, она уже, может быть, менее важна, да, с точки зрения возможности распространения посредством интернета, современных медиа, и так далее. Но если говорить именно о странах, то, что касается русской православной церкви, то здесь, конечно, в большей степени основные СМИ, так или иначе, они связаны, ну, короче говоря, в ряде какой-то приход, да, там где-нибудь в европейской стране будет издавать собственные СМИ, это скорее будет какой-то такой приходской листок. Хотя, конечно, есть традиция СМИ, церкви за рубежом, да, и там в Америке есть свои издания, которые выходят и на английском, и на русском языках, вот. Но интересно, что расширяется, расширяется география, вот, скажем, радиовера, ваши коллеги, да, замечательное радио, православное, оно открыло своё вещание на Кипре, например. Вот, теперь его можно слушать на Кипре, да, и вот, вот мне кажется, вот это, или, скажем, в этом году появился такой проект, который тоже, так сказать, находится в поле нашего внимания, скажем так, он называется Global Orthodox, английское название, но это проект, который делается представителями русской православной церкви, вот такая инициатива мирянская, и он присутствует, есть и сайт этого проекта, есть на YouTube и социальные сети основные, и вот тоже там на английском языке, хотя там не только английский язык есть, и другие языки, и русский есть, и греческий сейчас, по-моему, начинают они делать, и вот это рассказ о православной жизни вообще в мире, но с акцентом на русской православии, мне кажется, это очень такой знаковый момент, чтобы иметь такой проект. В эфире проект «Культурная линия», веду его я, Ольга Авдевич, моя коллега в студии Наталья Захарет, и номер для WhatsApp и SMS 2306191, присылайте свои вопросы. На связи со студией Владимир Легойда. Владимир Романович, вот тема этого форума, вера и слово, в этом году была посвящена цифровизации, церковь в меняющемся мире, вызовы и уроки цифровизации, а в чем вот вы видите основные вызовы? Ну, вы знаете, я думаю, что я каких-то таких откровений не скажу. Дело в том, что у любой технологии есть вторая сторона, и понятно, что если мы говорим об информационных технологиях современности, то, с одной стороны, они делают нашу жизнь в чем-то сильно проще и удобней. И мы знаем, что пандемия подхлестнула цифровизацию в разных сферах, включая образование. Ну, и то, что вот хотя бы, скажем, для того, чтобы выйти в эфир вашего замечательного радио, мне не нужно приезжать специально, хотя я бы с удовольствием приехал, но вот мы можем и посредством технологий много чего сделать. В образовании, повторяю, открылись, так сказать, горизонты новые, поскольку теперь как-то все, наконец, убедились на практике, что для того, чтобы пригласить какого-то выдающегося лектора, не обязательно продумать всю логистику, ополачивать ему билеты и прочее, достаточно договориться и выпустить его в эфир, он ответит на вопросы и все. Но опасности, повторяю, вот эта оборотная сторона, они, в общем, общеизвестны. Я здесь не собираюсь какой-то здесь открывать Америки. Понятно, что они лежат не в религиозной плоскости. Я не сторонник выискивания здесь, знаете, вот чисел зверя, вот такое нагнетание апокалиптики, вот это все, мне кажется, псевдорелигиозные такие вещи. Они связаны с правами человека, с возможностью контроля за человеком. Но, понимаете, вот тут только важно осознавать, что когда мы громко с вами возмущаемся о возможном контроле со стороны государства, давайте не будем забывать, что вот добровольно сами мы давно этому контролю подчинились, когда взяли вот эти телефончики, положили их в карман, с ними просыпаемся, с ними засыпаем, понимая при этом, что, в общем, вся информация или очень много информации о нас, она доступна просто вот благодаря тому, что у нас есть этот самый смартфон. Ну, не знаю, мне кажется, что есть какие-то такие опасности, знаете, разного уровня. Вот, скажем, есть опасности для конкретного человека, они связаны с тем, что мы в каком-то смысле, ну, я так отчасти, может быть, иронично скажу, но мы превращаемся в приложение к своему смартфону. Вот не смартфон становится нашим помощником, да, а мы превращаемся в приложение, и мы переживаем присутствие в социальных сетях, а это всё как-то сейчас слито, да, всё соединено вот с этим самым гаджетом, и ты уже там лихорадочно подсчитываешь количество лайков, смотришь, сколько человек прочитало, как ответило, то есть человек впадает в некие психологические зависимости, вот тут как-то важно понять, как это устоится, как это будет в дальнейшем, потому что всё-таки это относительно новая такая история, но скорость, с которой происходят изменения, она такова, что человек, вот мне кажется, мы не успеваем это оккультуривать, что ли, я, кстати сказать, думаю, что это глобальная, может быть, одна из основных проблем, скорость, с которой появляются какие-то новинки, и вот может быть такая и психологическая, и общекультурная, не то что неспособность, но у нас не хватает времени на то, чтобы это всё как-то переварить, вот, ну и то, что я уже сказал, в области прав человека, конечно, лежат, вы прекрасно знаете все эти дискуссии, которые сейчас и в связи с пандемией, да, подхлестнулись по поводу возможности контроля, по поводу возможности на разделение людей, да, там, первого, второго сорта в связи с тем, каков их статус, так сказать, связанный с вакцинацией, болезнью и так далее. Это, в общем, серьёзные вопросы, на которые простых ответов, мне кажется, нет. Владимир Романович, а вот в рамках фестиваля ещё журналисты имеют возможность задавать вопросы Святейшему Патриарху. Вот по вашим наблюдениям, сегодня, что выходит, вот, на первый план, что более всего волнует в церковной теме журналистов и, соответственно, тех людей, чьи интересы они представляют? Вы знаете, волнуют разные темы, но я бы сказал так, что единство церкви, конечно, всегда волнует. И это тема, о которой постоянно говорит и сам Патриарх, и то, что, мне кажется, для людей церкви, это очень важно. Единство церкви, это вещь очень важная. Потом положение христианства в современном мире, мы видим, что вот нам приходится в цивилизованном, да, 21 веке говорить о том, что в мире преследуют христиан, потому что они христиане. И, кстати сказать, вы же помните, что встреча с папой Франциском, которая прошла в 2016 году, поводом к этой встрече и основным содержанием этой встречи, ведь были не двусторонние отношения православных и католиков, а было положение христиан в современном мире, преследование христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке, именно потому, что они христиане. Это тема, которую годами, в том числе и русской православной церкви, не удавалось пробить, что называется. Пали в международных организациях, на разных международных площадках, говорили, что, ну, знаете, нет, просто идут там где-то какие-то события, политические турбуленции, боевые действия, гибнут люди, в том числе и христиане. Но вот международное сообщество не соглашалось с тем фактом, что христиане испытывают притеснение или даже лишаются жизни потому, что они христиане, за то, что они христиане. Вот как раз-таки благодаря встрече с Папой в 2016 году это стало частью повестки, в том числе и медиаповестки. И эта тема тоже очень волнует, она тоже всегда звучит в вопросах, которые обращают к патриарху. Ну и также, все то, что нас так или иначе, ну, опять же, повторю, находится вот в повестке волнующей нас. Это, кстати сказать, и та же цифровизация, и вопрос образования, ну и так далее. Вот вы сказали о единстве церкви. У нас такой вопрос. Была ли на вашем фестивале делегация Украинской Православной Церкви? Да, конечно, была. Естественно. Но вообще Русская Православная Церковь была представлена представителем самых разных стран, разных частей Русской Православной Церкви. Конечно, была, да, и в том числе и епископ присутствовал из Украинской Православной Церкви. А вот в одном из интервью вы сказали, что сейчас Константинопольский Патриарх пытается играть православного Папу. Вот можно чуть-чуть пояснить эту мысль, если можно? Ну, это мысль не моя, и она, в общем, не новая. Конечно, здесь все достаточно просто. Дело в том, что католический мир, почему я использовал этот оборот, он дневной введен, потому что католический мир, он административно един, где бы ни жили католики в Риме или в Африке или в Австралии или в США или в Латинской Америке, они все принадлежат к одной большой организации католической церкви, у которой есть глава преемник апостола Петра, как считают католики, глава католической церкви римский папа, римский понтифик. И у него особое положение. Он не является первым среди равных. Он действительно выделяется из вот этой традиционной иерархии христианской, диакон, священник, и епископ. Православный мир устроен иначе. До этих волнений, которые были внутрицерковных волнений, которые проявились в связи с ситуацией на Украине и поведением Константинопольского патриарха, мы говорили о 14 поместных православных церквях, то есть самостоятельных церквях, которые находятся друг с другом в каноническом общении. И никакой единой административной структуры эти церкви не представляют. То есть православный мир, в отличие от католического, он административно не является единым. Это 14 церквей, признающих друг друга. Иногда говорят 15, речь еще 15, это американская церковь, просто ее автокефалию не все церкви признают. И патриарх Константинопольский имел так называемое первенство чести. Первенство чести, условно говоря, если есть несколько церквей, и есть предстоятели этих церквей, их же нужно в каком-то порядке произносить, если так по-бытовому говорить, кого-то первым называть, кого-то вторым. И вот этот порядок определенный, он же не произвольный, он определенный, называется диптих. И вот в этом диптихе Константинопольский патриарх назывался первым, как первый по чести. Это не давало ему никакой власти особой, но с уважением к Константинопольской кафедре, к истории Восточной церкви и так далее. А когда патриарх стал себя вести как человек, которому первенство чести дает какую-то особую власть, ну вот Украина классический пример на этой квинтэссенции. Собственно, это ведь не новая позиция. Константинопольские патриархи весь XX век в той или иной степени пытались эту роль сыграть. И вот здесь, когда Константинопольский патриарх, нарушив все каноны, вторгся на каноническую территорию другой по местной церкви, пообещал решить все проблемы с украинским расколом, фактически усугубил раскол, создав эту неканоническую структуру, православную церковь Украины, пообещал, что вот все, как говорили адепты этого создания, что из украинской православной церкви немедленно большинство перейдет и будет мир, благодать, единство, национальная церковь. Ничего этого не произошло. Вот поэтому мы говорим иногда, и публицисты, и эксперты используют то вращение, которое вы вспомнили. Ну вот в принципе и столетия назад, в начале XX века Константинополь уже инициировал несколько церковных проектов, вот эта автономия, автокефалия, и в результате от Московского Патриархата были оторваны Латвийская, Эстонская, Польская, Финляндская церкви. Насколько вот реально, что эта история может не просто повториться, усугубиться? Ну, очень не хотелось бы. Мы считаем, что и ситуация на Украине в общем обратима, если речь, конечно, вести о таком каноническом, но именно эти изменения, они могут быть только канонического плана, то есть мы готовы к тому, чтобы обсуждать эту проблему в любом формате с представителями Константинопольского Патриархата или в общецерковном формате, но эта готовность она не означает, то есть сейчас это, конечно, сложно сделать, когда у нас разорваны общения с Константинополем, но есть понимание, что это можно и нужно делать и стремиться к миру в семье православных церквей, но просто этот мир должен, он только тогда может наступить, когда основания будут действительно канонические и евангельские, то есть когда мы будем друг другу говорить правду и называть вещи своими именами. И поэтому, конечно, хотелось бы надеяться, что дальнейших шагов не будет, но не могу с вами не согласиться, опасность такая существует. И вот в продолжение темы у нас вопрос тоже от наших коллег. Сегодня на Западе, в том числе в Латвию, Россию упрекают в том, что она пытается использовать религию как мягкую силу. Вот у нас не так давно был в Латвии принят закон о том, что главой Латвийской православной церкви может быть только гражданин Латвии, который причем прожил на территории Латвии не менее 10 лет. И с учетом еще маленьких масштабов нашей страны понятно, что это сделано с целью, чтобы наша самоуправляемая церковь в составе московского патриархата все-таки избежала потенциального влияния из-за рубежа, то есть все понимают, что имеется в виду Россия. Вот таким образом постепенно Латвийская православная церковь у нас отделяется от Русской православной церкви. Скажите, вот на ваш взгляд, как можно переломить эту тенденцию? И может быть, как вы думаете, в каком направлении и на какую тему сегодня следует разрабатывать какие-то наши совместные проекты, чтобы все-таки сохранить это духовное единство, родство? Ну, смотрите, вы сказали, что там есть такая точка зрения, что пытается российское государство разыгрывать религиозную карту, но тот пример, который вы привели, он касается не российского государства, и он является классическим примером, когда государство пытается разыгрывать религиозную карту, потому что иначе зачем государству определять, кто может и кто не может стоять во главе церкви, которая от государства отделена? То есть здесь вот возникают вопросы довольно большие, Поэтому мне кажется, что здесь не нужно исходить из презумпции вины по отношению либо к российскому государству, либо к русской церкви. Мы многократно говорили об этом, это не просто слова, это действительно так, что русская православная церковь – это не церковь Российской Федерации. И поэтому церковь не является… У церкви есть отношение с государствами канонической территории своей, зоны пастерской ответственности, со всеми государствами, либо через самоуправляемые церкви, либо через те структуры церковные, которые созданы на территории государства, будь то Центральная Азия, неважно, везде, где находится русская православная церковь, в те государства, которые являются зонами ее пастерской ответственности. И здесь, мне кажется, нужно без каких-то страхов и придуманных историй как-то взаимодействовать. Государство, ну да, мы можем допустить, что любое государство всегда использует все, что может для того, чтобы обеспечить достижение или реализацию собственных интересов. Да, это тоже не то, что какое-то там открытие, ой, вы знаете, государство собирается… Ну, конечно, собирается использовать. Вопрос в том, что мы действительно констатируем сегодня в отношениях с российским государством, например, что русская православная церковь обладает той степенью свободы, которой она никогда не обладала за всю свою тысячелетнюю историю. Я подчеркиваю, не только в советский период, здесь, мне кажется, даже доказывать ничего никому не нужно, а вообще за всю свою тысячелетнюю историю. Понятно, что не совсем корректно, может быть, здесь… Ну, точнее, здесь нужно оговариваться, поскольку и государство было другим, и отношения были разные, но тем не менее, вот эта степень свободы, которую сегодня имеет государство, церковь, простите, в России от вмешательства во внутренние дела. И вот мы невольно сравниваем с тем, что, скажем, наша церковь претерпевает на Украине, где приходится все время в таком сложнейшем диалоге, который очень сложно назвать соработничеством, о чем мы говорим применительно к России. Вот, поэтому здесь… Но это не значит… И это совершенно именно поэтому не стоит рассматривать русскую православную церковь, вот, как вы сказали, как какую-то там мягкую силу, которая… Только в одном смысле я согласен, что как бы ни напрягались отношения между политиками, благодаря тому, что есть церковь, есть верующие люди, особенно если они принадлежат одной церкви в разных странах, то это должно помочь. То есть это вот единственное, в чем я готов признать существование этой мягкой силы, в том, чтобы люди не рвали отношения, чтобы люди не ожесточались, чтобы народы продолжали дружить и нормально друг к другу относиться с уважением, любовью и интересом. Вот это единственная сила, единственное поле, в котором церковь можно воспринимать и нужно, как силу. Но эта сила направлена на мир, на то, о чем нам говорит Евангелие, совершенно однозначно, блаженные миротворцы. И именно в этом церковь видит свою миссию. Все остальное – это, я бы сказал так, фантазии политологов. Вот вопрос от газеты «Сегодня». Как сегодня складываются отношения Русской Православной Церкви с поместными церквями в странах канонической ответственности РПЦ? И для широкого круга радиослушателей, какие это страны, страны канонической ответственности РПЦ? В странах канонической ответственности РПЦ нет других поместных церквей, поэтому они являются странами нашей канонической ответственности. Но за исключением тех ситуаций, которые вызывают, точнее так я не совсем сказал точно, есть представительства, и по этому поводу и сложные ситуации в наших отношениях. Но в принципе дело в том, что вот смотрите, какие-то страны, это если говорить сегодня, это 16, по-моему, государств, это бывшие страны, бывшие республики Советского Союза, кроме Грузии, где есть своя. Видите, как раз вот в Грузии есть своя поместная церковь, поэтому мы не можем сказать, что Грузия – это пастырская ответственность РПЦ, потому что там есть своя поместная церковь. Но в Армении своя церковь, хотя она не входит в число православных церквей, но в Армении сейчас у нас появился архиерей, и это тоже конструктивная такая ситуация развития отношений между РПЦ и Армянской апостольской церковью. Ну и помимо вот Республики Советского Союза, за исключением, да, тех, которые я назвал, это Япония, Китай. Угу. И сейчас вот блок вопросов по поводу вашей новой книги. Это полезная информация для тех, кто смотрит и любит вашу программу «Парсуна» на телеканале «Спас». В издательстве «Эксмо» недавно вышла книга на основе ваших бесед. Она, простите, пожалуйста, ради бога, она только выходит. Она выйдет, да, она выйдет вот в начале января. Какие беседы и встречи лично вас стали открытиями от газета «Латвийские вести», что для вас является отправной точкой для приглашения собеседников в вашу программу? Большое спасибо за этот вопрос, потому что я очень увлечен программой своей, она мне очень нравится, ну просто потому, что мне нравится общаться с людьми. И честно вам скажу, задавать вопросы мне нравится больше, чем отвечать на них. Но что касается «Парсуны», то это, поверьте, это не уход от ответа. Для меня любая встреча с человеком всегда открытие. Но есть просто особые встречи, есть личности такого масштаба и калибра, которые как-то проникают в самое сердце. Вот я из последнего могу сказать, еще из не вышедших программ я записал «Парсуну» с гениальным композитором Эдуардом Артемьевым, которого мы знаем прежде всего как автора музыки ко многим-многим великим фильмам, фильмам Тарковского, Михалкова, Кончаловского и многим другим. И вы знаете, это были удивительные полтора часа общения с гением, с потрясающим человеком, очень простым, очень тонко чувствующим. И знаете, вот был такой момент, который меня совершенно потряс. Мы говорили о Достоевском, с Эдуардом Николаевичем, а я у него спросил, я слышал, что его любимый писатель, тем не менее Пушкин, любимый автор. И я говорю, а что вы перечитываете у Пушкина? И я, честно говоря, ну это же невольно так как-то думал, я ждал, что он скажет про прозу что-то, ну или там Евгений Онегин, да, мы привыкли. И он вдруг совершенно без паузы, это, знаете, было трясающе, он говорит «пророк». Ну пророк, ну это мы в школе учили, там, пророк, духовные жажды утомим. Не, мы понимаем, конечно, библейскую основу этого текста сегодня, все. И он начинает читать и плакать. Представляете, вот до какой степени у человека должно быть чувство, какое должно быть проникновение в пушкинские стихи, чтобы заплакать на стихотворении пророк. Вот я бы, если бы, это невозможно, да, вот я бы никогда не поверил, если бы я сам это не увидел. Он, конечно, совершенно потрясающий, и я очень надеюсь, что у этой программы будет много-много зрителей. А книжка, да, вышла, спасибо вам большое, выходит, простите, я сам уже видите, желаемое за действительное. Ее можно заказать, я думаю, что это неважно, да, они везде пришлют. Она, предзаказ уже возможен на сайте. Да, потому что на сайте издательства «Эксмо» и других книжных интернет-магазинов она уже стоит… Да, это так называемый предзаказ, да. У нас есть большой книжный магазин, книжная сеть «Полярис» в Латвии, которая внимательно следит за всеми новинками, особенно вот, что касается духовной литературы, и мы надеемся, что в следующем году в нашей стране среди первых появится ваша книга. А как она, под каким названием она выходит? Она так называется «Парсуна». «Парсуна», да, это, там единственное, что там, простите, там вот диалоги, они переделаны, нам сказать, что лучше, и они переделаны в монологовую форму, вот, то есть там, ну, она, наверное, может, даже удобнее для чтения, все это согласовано было с авторами, ну, то есть там какая-то часть вышедших программ оформлена в виде текста, я надеюсь, что это будет интересно. А еще недавно вы поделились в социальных сетях, что записывали программу с Алексеем Гуськовым, вот недавно прошла премьера фильма о блокаде «Седьмая симфония», где он главную роль играет и продюсер, и вы написали, что это тоже для вас было просто открытие мысли и человеку, вот поделитесь, пожалуйста. Да, мы, кстати, про этот последний фильм, этот сериал не говорили почти, ну, потому что всегда одно предполагаешь какое-то течение разговора, потом складывается немножко иначе. Мы с ним мало очень знакомы были, потому что есть, знаете, все гости делятся на тех, кого ты знаешь лично и с кем ты знакомишься вот за пять минут до записи. И я с Гуськовым пересекался пару раз, но очень шапочно. Вот мы давно договаривались, там все не получалось у него. Вот сейчас он пришел, и мне было, конечно, очень интересно с ним поговорить. И открытие, ну, повторяю, это любой человек открытие, потому что ты все равно себе, знаете, тут никуда не денешь вот это вот обывательское, невольное ассоциирование человека с героями, которых он играет. И я помню, как рассказывал Маковецкий, что после фильма «Поп» он не мог никак убедить там разных людей, что не надо у него благословения брать, потому что он не священник, он просто его сыграл. И, наверное, это тоже где-то у меня было. Но с Гуськовым, конечно, очень интересно было. Я стараюсь не концентрироваться на теме кино только, поэтому интереснейшая для меня тема, у меня же там несколько частей, вот тема прощения. Что такое прощение? Вот для меня то, что он сказал, было очень неожиданно, очень интересно. Но я не хотел бы, так сказать, предвосхищать, мне кажется, лучше посмотреть. Смотрите на телеканале «Спас». И в Ютьюбе потом можно. А вот в конце ноября как раз на телеканале «Спас» было юбилейное интервью Святейшего Патриарха Кирилла, где он сказал, что такую мысль, Россия – это именно та страна, которая может дать новую жизнь Вселенной. Вот могли бы вы нам немножечко эту мысль пояснить? Ну, там, мне кажется, довольно большой был кусок, где говорилось о том, что в современном мире происходят довольно серьёзные потрясения каких-то основ, что ли, культуры и цивилизации. Это связано с так называемыми гендерными вопросами, это связано и в связи с этим с потрясениями основ семьи. И в этом смысле просто мы можем констатировать факт, что в России вот эти процессы не получили, к счастью, на сегодняшний день, по нашему мнению, к счастью, никакого развития. И я знаю, что многие, кстати, говорят, мы понимаем, что много критики в сторону там есть России, российской политической власти и так далее, но есть и, в общем, какие-то здравые силы, которые, стараясь смотреть на всё это непредвзято, видят, что действительно во многом то, что происходит в России, защищает, и это такой оплот, если хотите, и традиционных ценностей. И, в общем, у нас существуют пока непреодолимые препятствия для ряда тенденций, которые в мире уже присутствуют, и нам вот этот мир строить не хочется, и жить в нём не хочется, с, простите, туалетами общими и так далее. И вот мне кажется, что в том числе и это имел в виду Святейший Патриарх, когда говорил о свободе, которая вот сегодня существует в России, и которая, наверное, во многих цивилизованных странах уже становится всё меньше и меньше. У меня был случай, знаете, как раз в 2016 году, я его часто вспоминаю, поэтому иногда, знаете, мне кажется, что я его уже рассказывал, но, мне кажется, в прошлый эфир вроде бы я его не говорил. Я выступал, есть там Четом Хаус такой в Лондоне, и как раз, когда Патриарх встречался с папой, меня пригласили туда и попросили рассказать о русской православной церкви в современном мире. И поскольку выступление было на английском, то я своему другу-американцу, профессору философии, отправил текст и попросил его прочитать. И он мне сказал, что вот вы там в конце говорите о вот этих однополых отношениях, лучше это всё убрать, потому что, если вы про это скажете, во-первых, у вас вся дискуссия будет на одну тему, и вы не представляете себе, это фраза моего знакомого американского профессора, в 2016 году он мне сказал, вы не представляете, как на Западе всё поменялось в этой теме за последние 5-10 лет. Он, кстати сказать, ошибся, потому что все вопросы, которые мне адресовали, большинство вопросов, которые мне адресовали, я ничего не убирал, конечно, а они касались Украины на тот момент. И причём мне приходилось долго объяснять, что я не являюсь представителем российского государства и не готов отвечать за российское государство, могу лишь говорить о том, что происходит в церкви. Но вот это вот очень симптоматичное было такое замечание. И мне кажется, что, возвращаясь к вашему вопросу, что патриарх, конечно, это тоже имел в виду. Вот в связи с этим газета «Сегодня». Сегодня в мире в продолжение темы благословляют гомосексуальные браки Евангелическая и Лютеранская церковь, Епископальная церковь США, Объединённая церковь Канады, Евангелическая церковь Германии, Лютеранская церковь Швеции, Протестантская церковь Нидерландов. Всё-таки это какой блок? Почему, на ваш взгляд, коллективный Запад отошёл от христианских основ и какой, возможно, с ними диалог у православных? Ну, Запад всё-таки... Я понимаю смысл выражения коллективный Запад, но Запад при этом всё-таки разный. И, скажем, есть итальянские католики, и это другая ситуация. Ну и вообще католическая церковь... Католики держатся, да. Католики держатся довольно твёрдо и не признают. И мы надеемся, что никогда не признают. А что касается диалога, то в связи, в том числе и с этими вещами, то, вы знаете, сложный диалог. Я помню, несколько лет назад был представитель... Я сейчас в каком-то качестве глава какой-то организации, религиозный, протестант. Он пришёл на встречу с патриархом лет пять или шесть назад это было, можно же чуть больше. И, знаете, человек предполагал, что ну как вот такая протоколная встреча, он с представителем русской церкви сядет, сейчас поговорит, они там чаю попьют, любезно с ними обменяются. А патриарх стал ему говорить о том, что он считается возможным для церкви признание этого. И он понимает, что такое политическое давление со стороны государства, он в этом давлении вырос, но церковь должна оставаться церковью. Если церковь поддаётся на это давление, то в чём её тогда значение как церковь? В чём её верность тому, о чём нам говорит Евангелие? И я видел, что собеседник был так даже потрясён, он не предполагал, что патриарх об этом будет говорить. Поэтому диалог не всегда простой, но диалог необходимо, конечно, сохранять в любом случае. Точно так же, как и вообще, понимаете, ведь церковь же не отталкивает грешника. У нас как-то эта тема получила такое, может быть, даже излишнее внимание, потому что есть много разных грехов. И грешники всегда приходят в церковь. Вопрос только, как отношение человека к тому, что он совершает. И церковь всегда разделяет грешника и грех, человека и его поступок. И не принимая поступки какие-то, она, тем не менее, всегда открыта к людям, самым разным. Это тоже важно понимать. Поэтому и диалог, естественно, с протестантскими динаминацией мы ведём, но твёрдо придерживаясь, отстаивая свои позиции, не признавая то, что мы признать как церковь не можем. Вот недавно состоялось, был создано, состоялось первое заседание Совета по делам молодёжи при Патриархе Московском и всея Руси. И на открытии присутствовал актёр Стивен Сигал. Вот расскажите, какие у него отношения, в каких он отношениях с Русской Церковью? Вы знаете, это немножко, я должен немножко откорректировать. Это была такая общественная инициатива, она произошла не недавно, это было года три назад. И Стивен Сигал, это было не открытие, это была пресс-конференция, я на ней был, участвовал. И Стивен Сигал, он просто был приятелем одного из тех людей, который вот эту общественную такую организацию инициировал. Но он с уважением относится в том числе к Православной Церкви. Он был, кстати, у нас на фестивале «Вера и Слово», только вот не на этом, а на предыдущем, три года назад, как раз на встрече с Патриархом. Вот тогда вот это всё и происходило примерно. Ну, интересно ему, наверное, слава Богу, что интересно. Владимир Романович, мы, во-первых, вам очень благодарны, что вы согласились на традиционные встречи у нас в эфире на Латвийском радио. Я вам благодарен. И это можно считать тоже маленьким каким-то вкладом в то, чтобы развивались отношения в области культуры, духовной жизни между нашими странами. А скажите, пожалуйста, вот что бы вы нам посоветовали, на какие интернет-каналы священнослужители и Русской Православной Церкви вы бы посоветовали нам подписаться? Вы меня сейчас ставите в сложное положение, потому что скажут, этого назвал, этого не назвал. Знаете, в такой ситуации всегда боишься кого-то забыть от волнения или просто от плохой памяти. Потому что она все время с нами, так сказать, играет. Я бы сказал так, что у нас... Вообще, вы знаете, это непростая, конечно, история присутствия священников в социальных сетях и в YouTube-каналы, Instagram. Ну вот наиболее популярные, наверное. Хотя у нас есть, как вы знаете, священники, у которых 100 тысяч подписчиков, есть там священники в ТикТоке, у которых полмиллиона подписчиков. Вот они, в общем, все интересные. Наверное, у каждого из них что-то получается лучше, что-то получается хуже. Я вот слежу за наиболее такими известными батюшками. А вот, скажем, я тоже в Instagram присутствую. Подписывайтесь, кто не подписан. Минутка рекламы. Но вы знаете, вот есть такая форма, я тоже стал ее практиковать сейчас в Instagram, ответ на вопросы. Когда ты в сторис там пишешь, задавайте мне вопрос, тебе задают, ты отвечаешь. И вот я смотрю, батюшки отвечают, активно это используют. И очень много там пользы. Но вот этот формат, он, конечно, он не предполагает развернутых ответов. И очень часто священники начинают шутить. С одной стороны, это хорошо, батюшка тоже человек, может пошутить, но наступает где-то граница, где начинают отшучиваться. Да, уже. Ну и вопрос там не до конца понятен. Вот поэтому мне, я еще почему не хочу называть, может быть, имена, потому что есть всегда что-то, что мне нравится, что не нравится. Вот это, конечно, не главная причина, главное в том, что боишься кого-то забыть. Я могу сказать самых популярных священников, да, которые, мне кажется, безусловно, можно, отец Павел Островский, например, да, Протерий Игорь Фомин, он, правда, в социальных сетях менее активен, он больше вот принимает участие в эфире Спаса, вот, но отец Максим Первозванский, Протерий Максим Первозванский, у него очень такой живой, хороший инстаграм, вот, и он много разных тем, но он такой вот неискусственный, вот, боюсь сейчас кого-то забыть, но это непростая история. Замечательная страница у журнала Фома, главным редактором, которого вы являетесь, это тоже очень много, постоянно выходят какие-то новые, да, освещаются темы. Да, знаете, очень неплохо получается, но вот ребята ведут, да, я очень благодарен тем, кто у нас ведет вот в инстаграме страницу, она какая-то особая получилась, и очень здорово, там много всего, и это совсем, это не значит, это не журнал Фома в инстаграме, это самостоятельный интересный проект. Вот мы с вами встречаемся накануне Рождества, такой вопрос, возможно ли сегодня предположить, что русская православная церковь все-таки когда-нибудь примет решение отмечать Рождество 25 декабря? Многие православные церкви отмечают Рождество 25 декабря, поэтому есть и сторонники и противники этой точки зрения. Вы знаете, все-таки поскольку облечен неким положением, то что бы я ни сказал, это будет трактоваться как позиция, считают позиция, вот поэтому я здесь вот особенно буду осторожен, признаюсь вам откровенно, вот мне кажется, что тут нужно всегда взвешивать пользу от какого-то решения и возможные сложности, давайте скажем так, чтобы не употреблять слово вред, да, и конечно вот стороннему наблюдателю может казаться, что там, что тут думать, да, надо, вот, но только люди, облеченные ответственностью, они понимают и обязаны думать о всех возможностях на последствиях их никогда не просчитать, потому что как что бы ты ни планировал, жизнь все равно покажет, что ты был здесь неправ, да, или, скажем так, все произойдет не так, как ты предполагаешь, но нельзя не предполагать, поэтому я думаю, я бы, давайте сказал так, что если созреют какие-то основания для этого, то, наверное, возможно, но я бы не стал как-то сейчас торопить эти вещи, ну и вообще тут это не такой простой вопрос, как может показаться на первую очередь. Вот русское церковное возрождение рубежа этих веков сегодня сравнивают с вторым крещением Руси, как лично вы понимаете слова «Москва, Третий Рим, четвертому не бывать»? Ну, это разные концепции и разные вещи, вот в этом вопросе, мне кажется, две разные вещи звучат. Со вторым крещением Руси православное возрождение стали сравнивать уже в 90-е годы, вообще поворотным моментом был 1988 год, да, еще в Советском Союзе, когда уже в том числе и руководители коммунистической партии понимали, что в идеологию верят все меньше, и тогда совершенно неожиданно вдруг было принято решение о праздновании тысячелетия крещения Руси. Это было же абсолютно неожиданно. И это был такой поворотный момент в истории русской церкви и в истории культуры Советского Союза на тот момент. И вот мы говорим о религиозном возрождении. Я помню от начала 90-х я учился, приехал учиться в Москву, и вот этот такой, знаете, религиозный вакуум, который был в Советском Союзе, он сменился религиозным хаосом, потому что появились книги самые разные, ты не понимал, у тебя не было, так сказать, навигатора по этим книгам, очень все было довольно сложно разобраться. Но, тем не менее, открывать старые храмы и так далее. Поэтому религиозное возрождение это факт, так я к этому и отношусь. Он на разные этапы проходит, но, безусловно, мы большой очень путь прошли за годы с момента распада Советского Союза и даже вот чуть ранее, с 88-го. Москва-третий рим это вполне определенная концепция средневековая, ну, точнее так, ее авторы не осмысляли это в категориях концепции, да, там, смиренный инок Филофей так не думал, но, понимаете, какая штука, мы воспринимаем концепцию Москва-третий рим отчасти через споры западников-славянофилов, через те смыслы, которые эта мысль обрела в XIX веке, когда, в общем, в этом стали видеть какие-то мессианские претензии. в действительности, вот есть очень интересное исследование историка Синицыной про эту концепцию Москва-третий рим, где она показывает, что в тот момент два главных аспекта. Первое, это то, что Русь, которая крестилась только в X веке, через, ну, после падения Константинополя, оказавшись, собственно, действительно, невольно оказавшись центром православного, восточно-христианского мира, она, через вот эту концепцию продолжения себя третьим римом, она связывала себя с началом христианской истории, что для нас христианство не в X веке началось, а вот через то, что мы Третий Рим, мы как бы связаны с евангельской историей, с самыми истоками христианства. А второе, как говорил замечательный наш историк Николай Николаевич Лисовой, это значит, что мы последний окоп. Не то, что мы вот там на что-то претендуем, а мы последний окоп в том смысле, о котором мы с вами сегодня говорили, в плане каких-то ценностей, их отстаивания и так далее. Вот, если так бегло очень, то я бы так сказал. А вот концепцию, книгу Синицына я очень рекомендую, это очень серьезный историк. Точное название забыл, но она легко гуглится, она, по-моему, так называется Третий Рим к истокам и основания с одной середины концепции, что-то такое. Спасибо вам огромное, наш эфир подходит к концу. В завершение еще раз повторим полезную информацию. Книга Третий Рим историк Синицына. Подписываемся на Инстаграм Владимира Легойда. Спасибо. Смотрим сайт FOMA.RU. На телеканале SPAS мы ждем ближайшие выпуски программы с Алексеем Гуськовым и с Эдуардом Артемьевым. И смотрим, что в ближайшее время выходит книга Парсуна в издательстве Эксмо, которую можно будет заказать. Спасибо вам огромное. Спасибо. С наступающим вас Рождеством. Спасибо. И с Новым Годом. И с наступающим Новым Годом. Мы очень надеемся, что в следующем году мы продолжим нашу добрую традицию радиовстреч. Всегда готов, тем более, что у меня потом еще одна книга выходит. Давайте поговорим об этом в следующий раз. Спасибо вам от наших латвийских радиослушателей. Это был проект Культурная линия совместно с Медиаклубом Формат А3. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok